Добро пожаловать на субботник. В Ивановской мэрии глава города встретился с общественниками и экоактивистами. На повестке один вопрос. Весенний субботник. Дата уже выбрана 28 апреля. Осталось продумать, как заманить жителей областного центра в законный выходной, выйти из дома и взять в руки грабли. Администрация готова взять на себя обязательства по вывозу собранного мусора и любую организационную часть, которая потребуется. Какие-то дополнительные автомобили, инвентарь. Конечно, на всех его не хватит, если мы действительно сделаем эту акцию масштабной. Вопросов много. Где проводить субботник? Должен ли это быть конкретный парк или лесной массив? Где взять достаточное количество инвентаря? А главное, как оповестить горожан про день массовой уборки? Центральной точкой субботника, скорее всего, станет парк Харенка. Не исключено, что там же организуют массовые гуляния, концерты, чаепития. Чтобы привлечь как можно больше людей, организатор экологической акции «Чистые игры» согласился перенести их на 28 апреля. Чистые игры уже проходили у нас в прошлом году, а в этом году мы планируем расширить количество участников, привлечь новых партнеров и сделать это еще более интересно. Тем, кто не прочь сделать город чище, но ехать на окраину не готов, нужна альтернатива. Убрать мусор можно и возле собственного дома. К организации процесса планируют подключить управляющие компании, в которых есть необходимый инвентарь. Хочется, чтобы жители и в частном секторе, и там, где многоквартирные дома, вышли и все вместе убрали ту территорию, которая находится в непосредственной близи от их дома. Владимир Шарыпов пообещал сделать все возможное, чтобы весенний праздник чистоты объединил как можно больше неравнодушных горожан. Главное, уверен мэр, не превращать субботник в обязательное к участию мероприятие. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.